1 сентября школы Самарского региона вновь распахнут двери для почти 300 тысяч учеников, а вчерашние школьники начнут осваивать будущую профессию в университетских аудиториях. К слову, в этом году уже по предварительным подсчетам ясно – все больше самарских выпускников решают продолжить учебу дома. Процент абитуриентов, которые поступают в вузы Самарской области, растет. Увеличивается и количество студентов из других регионов. Образование вновь идет на подъем, причем не только в школах и университетах. Наш регион в числе 11, где начинают внедрять программу дуального образования. Студенты будут одновременно осваивать и теорию зоопартами, и практику на предприятиях. В Самаре такую систему уже с сентября внедряют на заводе кузнецов. Мы стали перед программой, перед возможностью реализации проектов перспективных двигателей для перспективных комплексов дальней авиации, военно-транспортной авиации, экранопланов. Но кадровый состав нашего предприятия у кузнецов не позволял на тот момент времени даже приступить к этим задачам. Мы вернулись в сторону дуального образования как таково. Учиться у станка будут студенты четырех СУЗов. В дальнейшем лучшие наработки 11 пилотных регионов будут внедрены по всей стране. В центре внимания педагогов и вопрос, как воспитать настоящих гениев, будущих конструкторов, ученых. А растить их нужно со школьной скамьи, если не с детского сада, уверены педагоги. В Самаре планируется создать центр для одаренных детей, где юные исследователи смогут в полной мере проявить себя. Мне, как учителю физики, очень бы хотелось, чтобы была возможность организовать изучение ряда теоретических вопросов физики, химии, биологии с опережением школьной программы. Эти дополнительные знания помогут детям как себя проявить и показать свои способности как внутри России, так и на международных состязаниях. В Самарской области есть все, чтобы талантливые молодые люди, одаренные и нацелены на успех, оставались и в дальнейшем, работали для родного региона. Нам повезло в Самарской области. У нас есть прикладная часть, у нас есть предприятия, которые решают задачи абсолютно мирового уровня, абсолютно мирового масштаба и конкурируют на самом высоком мировом уровне. И в этом смысле, в этом смысле, самого талантливого нашего человека, молодого, можно сориентировать, можно заинтересовать. В скором времени реализуется и еще один масштабный проект – Технополис Гагарин Центр, где создадут все условия для подготовки специалистов в сферах высоких технологий и самых передовых научных разработок. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.